Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 августа, я подошла к кусту салата, чтобы показать новичкам, как нужно собирать свои семена с салата. Когда я в прошлом году раннюю зелень садила в теплицу, я сказала, что я все семена почти собираю свои, и укроп, и салат. Раньше я редиску собирала, сейчас не собираю редиску, это очень долго. Собираю только те, которые быстро, вот укроп, салат остался из зелени. И многие, кто начинает, особенно молодые, они даже не представляют, как из салата, из зелени можно собрать семена. Собираются семена очень просто, оставляете один куст. А, и меня попросили потом показать, как выглядят семена салата, вот как, ну, в готовом виде, как узнать, что они поспели, и все. Делается это очень просто. Оставляю один кустик салата от весны, вот весной, когда садила, в мае, в июне, один куст остался, и он во время жаркой погоды летней, он однозначно уходит в стрелку, и эта стрелка зацветает такими красивыми желтенькими цветочками, просто ждете, когда она отцветет. Желтенькие цветочки отцветут, и они вот как одуванчики, вот так вот распушаются. Вот этот пушок, это и есть семена, ну, вернее, не сами семена. Пушинки нужны для того, чтобы растение смогло распространить свои семена. Видите, они также по принципу одуванчиков. Вот сейчас ветер дунет, они эти пушинки подхватятся и улетят, и везде салат взойдет. Вы, наверное, видели, кто салат выращивает, что он весной всходит в самых таких неожиданных местах, где мы его не садили. Он самосевом очень хорошо распространяется, но мы не ждем, когда он разлетится, этот пух. Я просто беру и вот эти все пушинки собираю в мешочек. Вот они, видите, они? Иногда просто вот так иду, пообщипаю все, наберу сколько мне надо, ну, собираю все. Иногда, чтобы ускорить процесс, я просто стебель обрезаю там внизу в наволочку, ну, так, накрываю наволочкой, стебель обрезаю, переворачиваю вверх ногами, и вот так вот потреплю, ну, как вы поняли, обшелушиваю все вот эти штучки, семянки вместе с пушинками, они в наволочку упадут, куст я выбрасываю, а эти семена потом в тазик и вот так, ну, сначала их по, как сказать, опять же, пошелушить, чтобы вот эти пушинки отделились от семян. Вот так, когда мы их поделаем, они будут, семена отдельно, вот видите, семечка отдельно, пушинка отдельно, а потом так дунуть, пушинки улетят, останутся черные семечки, все. Я потом, когда буду делать, я вам покажу, но сейчас я вот просто показала, как выглядят семена салата, вот с этого салата вам хватит семян на 5 лет, если вы даже большой любитель зелени, я сейчас их обшелушу, и в теплицу, там, где ранние томаты у меня плодоносили, у меня есть там уже 4 куста, которые полностью отдали свой рожай, можно убрать, я посею вот этот салат, это будет осенняя зелень, можно посеять салат, нужно посеять редиску на освободившиеся места, это будет, мы уже весной наелись, нам вроде бы как надоел и салат, и редиска, но осенью, когда уже будет прохладно на улице, когда зелени не будет, нам снова захочется и салата, и редиски, и лука зеленого, и вот, пожалуйста, идите в теплицу и рвите. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это я показываю, какие семена у салата, как они выглядят, и рассказала немножко, как их собирать, все.